Огромное количество различных патриотических видео сейчас есть в интернете, когда люди со всего мира читают стихи о победе, вспоминают павших, чествуют ветеранов, тех, кто пронес всю свою жизнь ярким знаменем для того, чтобы вручить ее нам. И сегодня у нас потрясающие звезды в прямом эфире, те люди, которые прекрасно умеют и делают это читать стихи о победе. Вот они, наши прекрасные, великолепные, юные звезды. Здравствуйте вам! Здравствуйте! Здравствуйте! На нашем сайте прошел конкурс, который назывался «Стихи о войне», и это победители этого конкурса. Юные, красивые, восторженные, которые читали стихи, как Леша правильно сказал, о Великой Победе. Так, давайте попробуем провести такую маленькую перекличку, как в армии иногда происходит. Итак, Игорь Лобовцов! Я! Правильно! Лиза Свернова! Я! Так, Андрей Романяк! Я! Молодец какой! Итак, вы хорошо читаете стихи. Вы давно читаете стихи? Да, уже недавно. Уже недавно и давно, молодцы! Мы вчера учили, но не вчера, а рассказывали. А, и у тебя! Вы готовились, наверное, к утреннику в школе и в садике, да? Там выступали уже. В школе мы не выступали, мы только в садике выступали. В садике, хорошо. Там, где занимаетесь, да, в той группе и выступали. Или у вас был большой утренник на весь садик? Нет, нет, у нас маленький был. В группе, да, выступали? Ну, молодцы! Нет, не в группе, а в зале. В зале. Вот завтра день победы. А что ты знаешь об этом празднике? Я уже знаю. Я знаю. Это когда люди ходят на войну и там защищают. Дедушки, бабушки. Лиза, ты что-то начала говорить. Ты что знаешь о войне и о Дне Победы? Что? Завтра. Что солдаты защищали нашу Родину. А я знаю, что у тебя вообще дедушка, даже, по-моему, прадедушка, да? Да. Принимал участие в войне. Это его портрет тут лежит? А ну-ка, возьми, покажи нашим телезрителям, что у нас тут написано. Расскажи немножечко о прадедушке. Это мой прадедушка Чуйков Тимофей Степанович. 1901 года рождения. Ушел на войну в возрасте 40 лет. Воевался в войну разведчиком. Принимал участие во многих боях, а также в битве под Курской дугой. В том же бою погиб один из его сыновей. Прадедушка узнал об этом только после войны. Тимофей Степанович дошел до самого Берлина. Его боевые награды. Орден Красной Звезды. Орден за отвагу. Медали. Вот как здорово. Много фотографий дедушки? Или одна вот эта, самая главная? Одна. Одна фотография сохранилась. Зато какая. Ну и давайте, наверное, попробуем что-нибудь стихотворение первое послушать. Джентльмены, пропустим даму вперед. Ну давайте. Если дама не против. Вы не против? Лиза, прошу вас. Нет, ничего не. Хорошо. Я с первого рассказала. Давай, послушаем тебя. Еще тогда нас не было на свете, когда салют гремел с края в край, солдаты подарили вы планете. Великий май, победный май, еще тогда нас не было на свете, когда военный буря огневой судьбу решая. А в будущих столетиях стали эти любовь вели священный бой. Еще тогда нас не было на свете, когда с победой вы домой пришли. Солдаты мои, слава вам навеки, от всей земли, от всей земли. Мы подарим солдаты вас за жизнь, за детство и весну, за тишину, за отчий дом, за мир, в котором мы живем. Спасибо. Как хорошо, что над нами мирное небо, и о войне мы говорим только в стихах. Пусть даже таких красивых и трогательных. Игорек, ты готов рассказать? У меня называется стих «Что такое день победы?» Усачев написал его. Что такое день победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты. Марширует строй солдат. Что такое день победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, насыпается там и тут. Что такое день победы? Это песни за столом. Это речи и беседы. Это дедушкин альбом. Это фрукты и конфеты. Это запахи весны. Что такое день победы? Это значит нет войны. Ну, а теперь все вместе друг к другу похлопаем, потому что молодцы. Отлично прочитали свои стихотворения. Тяжело было учить? Вот что мне интересно. Я вспоминаю, я был вашего возраста. Мне тяжело было учить. Молодцы. Ну что, будем подарки вручать? Будем. Победители заслуживают подарки. Я и Викс. Так. Лиза уже даже выбрала себе подарок. Да, выбрала броделки трикс. То есть ты уже знаешь, что такое это самое трикс. Винкс. Винкс. Хорошо. Итак, Лиза Смирнова. Диплом за победу в видеоконкурсе. Вот такой вот у нас, уважаемые друзья, диплом. Вручается очаровательной Лизе Смирновой. Диплом на память, а книжку читай и развивайся. Узнавай больше о своей любимой героине. Я знаю. Здесь потяжелее, внушительнее. Я с большим трудом беру эту книгу. Она тяжелая. Я знаю. А вот сейчас посмотрим. Ты всегда самолетом берешь, потому что тебе самолеты не надоели. Вот что я хочу сказать. Тебе не надоела твоя героиня, а ему нравятся самолеты. А Игорю нравится большая энциклопедия животных. Ты любишь зверей, да? Это тебе, это свое. Держи, изучай, вспоминай о нас и о нашем конкурсе. Ну-ка давай посмотрим. Давай посмотрим. А у меня зато красивее, чем у тебя. Какая-то тоже энциклопедия, наверное. Здесь все на самом деле. Что-то интересное. И самолеты, и автомобили, и поезда. Мое любимое. А мы как знали? Это твое. Держи. И диплом, и книга. Мы вас поздравляем. Спасибо за то, что пришли. Спасибо за то, что участвовали. Разумеется, хочется сказать спасибо родителям. И вообще хочется сказать спасибо, друзья, всем, кто принимал участие в нашем конкурсе. Авал.кз, заглядывайте почаще, там периодически происходит всякое интересное, в том числе вот такие замечательные конкурсы. Но это же еще не все. У нас впереди еще есть победительница. Да, поэтому не отходите далеко от своих телеэкранов. Победителей вообще всегда очень сложно выбрать, потому что детей много, все они талантливые, как сегодняшние наши гости. Но мы постарались, поэтому не пропустите еще одну нашей встречи. Да, ну а сейчас предлагаю вам, наши юные звезды, поздравить всех телезрителей с праздником. Сможете? Да, сможем. Отлично. Давайте начинайте вот с тебя. Игорек, начинай. Вот у нас камера, смотри в нее, поздравляй. Все зрители, я вас поздравляю с праздником, с этим великим праздником, Днем Победы. Молодец. Лиза? Я еще не знаю. Я вас, зрители, поздравляю с Днем Победы, чтобы вы на войну ходили и здоровыми были. Молодец. Ну ничего страшного. Лизонька, зато ты улыбнись, посмотри сюда, улыбнись. Это и будет твое самое хорошее поздравление, твоя красивая улыбка. Ну что ж, спасибо вам еще раз. И добра. Не болейте. И вам, друзья, доброго утра. Смотрите нас дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова